Собрали хороший урожай, заготовили на зиму достаточно корма для животных. С такими итогами регион завершает этот год. Лучшими районами по сельхозпоказателям признали Суздальский, Муромский и Судогодский. За добросовестный труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности награждают в Суздале. Надежда Кулёва, экономист, работает в СПК в Юревпольском районе. В этом году она одна из лучших по профессии в регионе. Сельское хозяйство само по себе сложный процесс, потому что это сезонное производство. И не всегда есть экономические выгоды, чтобы что-то приобрести и здесь сделать. Ну и в то же время это интересный труд. Вы знаете, я уже 34 года в этой профессии начинала с АЗОВ, и у меня очень были хорошие учителя. А фермер Владимир Кочетков получил благодарность Министерства сельского хозяйства. Более 13 лет он занимается разведением животных, рыбы и птицы. Самая сложная проблема – это реализация, это сбыт. Если, значит, руководство области, новое руководство области будет нам уделять достойное внимание и поможет с сбытной продукцией, мы можем это наращивать, как бы сказать, не в один раз. О том, что сельское хозяйство нуждается в поддержке и развитии, в своем выступлении подчеркнул и губернатор области Владимир Сипягин. В числе приоритетных направлений – улучшение инфраструктуры на селе, увеличение мясного животноводства и активная разработка ранее неиспользованной земли. Сейчас областная администрация ударными темпами, и я буду к этому подключаться, создает механизированный отряд по вводу в оборот неиспользованных земель. Это наша общая задача. Также будем в целом модернизировать отрасль. По программе областного лизинга за 10 месяцев, 2018 года, приобретено 93 единицы техники и оборудование на общую сумму 387 миллионов рублей. Будем здесь и дальше идти теми же ударными темпами. К слову, как отметил губернатор, в 2019 году увеличат финансирование по государственной программе на развитие сельского хозяйства. Если в 2018 было 580 миллионов рублей, то в следующем будет почти 800. Хотел бы особо отметить развитие таких направлений – племенной животноводства, молочные скотоводства. Неплохо в последние годы, и в этом году в том числе, развиваются какие-то направления, как переработка мяса и молока. Как и производство кондитерских хлебобулочных изделий. Это все ваш труд. Без этого бы ничего не было. В числе главных задач на ближайшее будущее – увеличение экспорта продукции в соседние регионы и за рубеж. Сегодня президент нам ставит другую задачу, уже более ответственную. Это за 4 года мы с вами должны поставлять на мировые рынки больше, чем завозить. За хорошую работу и вклад в развитие сельского хозяйства наградили около 100 работников, руководителей предприятий, фермерских хозяйств региона. Их отметили медалями, дипломами и благодарностями, в том числе от аппарата президента, Заксобрания и администрации области. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал.